Владимир Владимирович, топор где? Топор, мы сегодня договорились с тобой расшлененочку провести. Для этого топор нам не нужен, а нужен гаечный ключ на 14 и отвертка. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях гуру нашей компании, человек с благородненной платиновой такой, сединой. Сколько знает он, вообще не знает никто. Поэтому я сегодня его пригласил, чтобы он мне рассказал, чем же отличается краскораспылитель Согола 3300 со старым клапаном от краскораспылителя? С классическим. С классическим, хорошо, пусть будет так, классическим. Я же не лезу в твои технические штучки. Да, с таким не классическим или нетрадиционным клапаном? С клапаном, который используется в премиум линейках распылителя Согола. Ну, начнем со старого, да. Вот все, что было сделано до этого, это было вот так. И самый главный вот элемент, это вот шток воздушного клапана с уплотнением, который на нем интегрирован. Это старая конструкция воздушного клапана. Переходим к новой. К новой переходим. Чтобы посмотреть, а в чем же отличие? Оба распылителя разобраны, клапан новой конструкции улучшенный. Одно из основных требований – это его надежность работы и обеспечивать мягкость хода курка-распылителя. Что для этого сделано? Если в старой конструкции у нас уплотнение происходило по вот этому пластиковому элементу и бортику внутри распылителя, то здесь это сделано более совершенно. В корпус вставляется вот такое вот уплотнение. Оно имеет своеобразную форму, такую вот с бортиком. С уябончиком таким, да? Да, 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 да. И уплотнение происходит вот таким вот, вот таким образом. Вот оно вот уплотняется, вот это вот еще. То есть здесь требуется гораздо меньше усилия для того, чтобы обеспечить герметичность. Это раз. И второе, из-за того, что проходное сечение, которое внутри вот этого уплотнения меньше, становится меньше сила при сжатии воздухом самого этого клапана до того, как курок нажат. Данная конструкция клапана обеспечивает более мягкое открытие тыглы-распылителя. Короче, на твой взгляд, на твой взгляд, клапан, как ты сказал, сделали более совершенным, да? Ну, в общем, это да, это в мировом тренде. Значит, если мы возьмем, допустим, клапаны у некоторых конкурирующих производителей, тоже верхней ценовой планки, то там конструкция ровно такая же. В корпус распылителя вставляется уплотнение неподвижное, оно там фиксируется неподвижно. И чтоб воздушного клапана обеспечивать закрытие именно уже поэтому вставлено внутрь уплотнением. Спасибо большое! Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, сердечки, колокольчики. Все, что там есть, то и ставьте. До свидания! Рады были быть с вами! Редактор субтитров А.Семкин